Ребята, всем здорова! Сегодня у нас будет обзор на смартфон Верни Эполло Лайт. Если кто не знает такой бренд, они массово запустились, производят несколько крутых смартфонов. И сегодня мы будем его рассматривать. Также этот смартфон приехал от производителя. Также мне, как в подарок, я так понимаю, приехала вот такая вот крутая подставка из дерева. Теперь я могу просто взять вот так, поставить смартфон. Это выглядит круто, но, наверное, вы такую подставку не получите. Сколько стоит этот смартфон? На данный момент цена его во всех почти магазинах в районе 230 долларов. Но сейчас идет акция на GD и там есть купон на 30 долларов. Соответственно, этот смартфон там можно купить за 200 долларов. Из этого всего мы можем понять, что сегодня будет обзор на смартфон от компании Верни, который стоит 200 долларов. Поехали! Ребята, сегодня хочу вам порекомендовать канал юриста Дмитрия Белозерова. Что может с вами случиться, если не платить кредит? Хотите узнать, как действовать совершенно законно и решить проблемы с просроченным кредитом, с минимальными потерями или вообще без потерь? Тогда тебе на канал Дмитрия Белозерова. Реальные истории и полезные советы. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на канал и защищайте себя и своих близких. Ссылочки будут в описании. Давайте разберем комплектацию. Смартфон поставляется в вот такой вот черной строгой коробке. В комплекте, скажу, что ничего особенного нет. Есть у нас пленка, конечно же, на экране. Есть вот такая вот бумажка в комплекте. Дальше блочок питания. Блочок питания массивный, огромный, как будто с ноутбука. Выдает 2 А. Есть у нас кабель USB Type-C. Здесь такое гнездо, не microUSB. И также в комплекте идет иголка, чтобы вставить сим-карточку. Внешний вид смартфона. Смартфон небольшой, в руке лежит отлично. У него такой выдержанный дизайн, но из всего, конечно же, есть и недостатки. Во-первых, остаются пальцы на задней крышке. Кому-то это принципиально, кому-то нет. Но они здесь просто остаются. Если под разным углом смотреть, то как бы что-то на крышке видно. Еще один недостаток, как для меня, это вот такие вот кнопки. Как по мне, кнопки здесь сделали немножко большие. Чтобы вы понимали, они вот так вот выступают от смартфона. С одной стороны, хорошо их просто можно руками потрогать и прощупать, где какая кнопка. С другой стороны, получается вот такой вот неприятный звук. И когда вы пользуетесь смартфоном, постоянно слышите, что что-то у вас где-то такое ощущение, как отвалится. Больше к внешнему виду претензий нет. Он выдержанный, ничего особенного, не раздражает. У меня смартфон в черном цвете. Но на самом деле, задняя крышка не черная, а что-то ближе к спайс грей. Вместе с черным перемешано. Какой-то такой непонятный цвет. На задней крышке у нас есть сканер отпечатка пальцев. Камера от Samsung на 16 мегапикселей. Вздвоенная вспышка. С левой стороны у нас два слота для двух сим-карточек или же microSD карты. Поддерживает до 128 гигабайт. Снизу у нас ход Type-C и две вот таких вот дырки. С одной дырки это динамика, со второй просто фальш сделана такая решеточка. Ну и в принципе, сверху у нас подключение наушников. Больше ничего. Разблокировали наш смартфон. Нас встречает 5,5 дюймов. Full HD экран. По экрану никаких претензий нет. Он здесь отличный. Глы обзора суперские. И в принципе, я бы такой экран поставил, наверное, на большинство китайских смартфонов. Заходим в Antutu, чтобы понять, что у нас за устройство. И видим вот такую вот интересную цифру. 92 351 балл в Antutu. Если же смотреть в рейтинге, мы находимся с вами на 16 месте. Как видите, многие производители давно уже используют процессор, который здесь установлен. Я расскажу сейчас о нем. Но в принципе, вы получаете не бюджетный смартфон. Потому что, посмотрите, у нас на последнем месте iPhone 5s есть. И Xiaomi Mi 4. Mizu M2 Note. И как бы у нас показатели в два раза больше. Что же установлено на самом смартфоне? У нас Android 6.0. Процессор 6797. Это он же Helio X20. Видеоскоритель Mali 880. Как я и сказал, Full HD разрешение. 16 мегапикселей задняя камера. 5 мегапикселей передняя камера. 4 гигабайта оперативной памяти. 32 гигабайта встроенный. Встроенный флеш-накопитель. У нас 10-ти ядерный процессор, ребята. Ну, действительно, характеристики поражают. Это мультитач на 5 касаний. И все это за 200 долларов. Epic Citadel у нас набирает 55,7 кадров. Что касается звука. Как я и сказал, у нас установлен один динамик. Поэтому ждать ничего от этого смартфона не нужно. Мелодию вы услышите. Звонок не пропустите. В среднем где-то звук у нас 7-очка из 10. Предлагаю разобраться с камерами. Передняя камера у нас 5 мегапикселей от Samsung. На нее можно делать селфи. Но не хватает, как по мне, насыщенности. С задней камерой все неплохо. На 16 мегапикселей. Две камеры у нас от Samsung идет. Задняя камера может снимать в 4К формате. Поэтому сейчас я продемонстрирую два формата. В 4К и Full HD. Давайте посмотрим. Переключил в режим Full HD. И получается вот такая картинка. Сравнивайте, что вы видите. Где есть тормоза, где нет тормозов. Вот так вот. Камера, напомню еще раз, от Samsung. Поэтому должна снимать неплохо. Опа. Фокус. Ferrari. Фокус. Но тоже замечаю при тормаживании. Опа. Сфокусировались. Фотографии сделаны с помощью задней камеры мне понравились. Можно действительно делать неплохие снимки. И особо не напрягаться. Потому что камера делает все за вас. Что касается батареи. Батарея здесь на 3180 мА. И ее хватит на день максимум. При этих гигантских настройках и Full HD разрешении. С таким процессором куда больше. Другие производители уходят уже к 4000-5000 мА. Но это влияет на толщину смартфона. Эта батарейка на толщину смартфона не повлияла. Поэтому решили сделать аккуратный. Ну и чтобы хватило на денек. При тестировании я почувствовал. Что смартфон немножко нагревается. Но когда я померил температуру. 34. Где-то она была 36 градусов. В принципе это допустимо. Руки не жжет. Но чувствуешь в руке что-то тепленькое. Что касается сканера отпечатка пальцев. Легко настраивается. Четко работает. Не нужно включать смартфон чтобы разблокировать. Можно просто приложить палец. И смартфон разблокировался. Давайте подведем итоги по этому смартфону. В целом смартфон мне понравился. Единственным для меня недостатком остались кнопки. Которые находятся на экране. Но производитель про нас не забыл. И придумал интересную штуку. В настройках вы можете найти под меню. Перейти сюда. И увидеть что можно даже изменить расположение кнопок. То есть если кто-то привык. Как-то где-то меню наоборот. Хотя здесь меню все где посередине. Где-то можно поменять кнопку назад. И кнопку меню сторонами. То есть хотя бы такое элементарное придумали. В целом смартфон мне понравился. Каких-то серьезных косяков в нем нет. Можно его смело покупать если он вам понравился. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ссылка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока.